Истец Родионова Светлана подает иск в суд на фирму-перевозчика и требует у них 890 рублей за пропавший билет и 20 тысяч рублей за моральный ущерб. Ответчик, представитель фирмы и водитель такси Козлов Александр считает, что он просто увлекся. Значит, вы телеведущая вашего местного телевидения, да? На нашем местном телевидении, да. И вот однажды по личным очень важным делам мне надо было поехать в Санкт-Петербург. Я собрала вещи и вызвала такси. Вызвала такси, приехал молодой человек, на вид очень милый и очень даже любезный. Вот этот же? Вроде как. Да, он. Да. Милый на вид, так. Дальше что произошло? Мне так показалось. В чем ужасная вся эта история? Мне сначала так показалось. А потом, ну и впрочем он себя нормально вел, он был очень любезен поначалу. Он даже донес мои вещи до машины, поставил их. Как бы на таксиста это не похоже. Я считал, что это обязанность таксиста помочь пассажиру положить вещи. Обычно они так себя ведут. Так. Ну вы же сказали, он был милый. Так вот, когда мы поехали, таксист просто завалил меня какими-то бестолковыми вопросами. Он беспрестанно болтал о чем-то. Оказывается, он меня узнал и пытался делать мне постоянные какие-то комплименты. Он говорил, говорил, я очень волновалась, что опаздываю на поезд и не могла просто с ним общаться. У меня были свои мысли. Ну, водитель меня о чем-то спрашивал, рассказывал мне про свою судьбу какую-то печальную. Я заметила, что мы очень медленно едем. То есть что-то отдельное вы помните, да, какие-то факты из-за его рассказа? Да, он даже, по-моему, предлагал что-то там для меня сделать. А вы в чем-то нуждаетесь? Вы что-то просили его? Я ничего не нуждаюсь. Или вы просили только его вовремя довести до поезда? Как выяснилось, я его кумир. И он очень просил что-то для меня сделать еще, кроме того, что просто довести меня быстренько и высадить. Что, в принципе, мне и надо было. В тот момент вам от него ничего не нужно было сверх того, чтобы только вовремя довести до поезда? Ну, я сказала, если он желает, он может не брать с меня плату за проезд, только и всего. Вот. Меня бы это устроило. А в итоге это взял? В итоге он очень медленно ехал со скоростью, наверное, 40 км в час. По каким-то пустынным дорогам. Как выяснилось, самым длинным маршрутом, какой только можно было себе представить. Были пустынные улицы вокруг. Я уже стала переживать не на шутку, расстроилась. Попросила его замолчать, сказала, что у меня-то его был там, не болит голова. Он замолчал на минуту, а потом опять начал свои какие-то комплименты, свои вопросы по моей работе. Кроме того, он так посматривал на меня, вы знаете, как маньяк какой-то. Я уже начала бояться его. Ну, он сказал, что вы для него кумир. Ну, так он на вас смотрел. Проявляя определенную долю фанатизма. Это было ужасно для меня. Тем более, мы ехали по каким-то пустынным улицам. У меня была такая мысль выйти из машины, поймать другое такси. И я думаю, я быстрее бы добралась до вокзала. Но транспорта было очень мало. Но вы не вышли, тем не менее. И к тому же он заблокировал двери. Он заблокировал двери, что меня совершенно привело в такой ужас. Ну, мне оставалось только просить его, чтобы он двигался все-таки быстрее. В результате у меня пропал билет. Я опоздала на этот поезд. Мне пришлось ехать в общем вагоне, покупать новый билет. Я ехала всю ночь до Питера просто в сидячем положении. В общем вагоне. Вот вам приходилось когда-нибудь путешествовать в общем вагоне? Да, приходилось. Когда в армию ехала, например. Ваша честь, мне не приходилось. Для меня это ужасно. Как-то с охоты ехала в общем вагоне. Я после пласткартов ужасно болею. Потому что там из дремучего леса ни на чем больше не выйдешь. Вариантов немного. Либо пешком эти, либо в общем вагоне. Поэтому в моей ситуации общий вагон это был просто райский кущ. Думаю, что вас это не устроило бы. Да, меня это не устроило. А то, что он вас бесплатно покатал на такси, не компенсирует никак? Я хотела его заставить. Жаль, вовремя не догадалась. Заставить его везти в такси меня в Санкт-Петербург. Как в той рекламе, да? Как в той рекламе, да. Мне надо срочно в Питер. Надо снять вез. Вот. Хорошо. То есть вы за проезд на такси не платили. Правильно я вас понял? Я... Я на него опоздала, потеряла этот билет, потеряла столько времени. К тому же меня ждали люди, а я явилась перед ними с синяками под глазами, с головной болью. И не выстрелила. Я вас не спрашиваю, как вы в общем вагоне доехали. Там, наверное, тоже были ваши поклонники, которые вас развлекали, наверное, всю ночь разговорами. В общем вагоне оказалось, что это еще хуже, чем я себе представляла. Поэтому я требую от этого человека, чтобы он мне возместил мало того, что стоимость билета, этого купейного, улучшенного, и еще моральный ущерб. Я его для себя оценила в 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. То есть разговоры о том, как он вами восхищается и поклоняется, вы оценили в 20 тысяч рублей. Ясно. Хорошо. Теперь к вам, молодой, милый человек, как сказала истица. Видите, вы ей так понравились сразу, с первого взгляда. А в итоге, получается, не оправдали ее надежд. Она мне... Не привезли ее вовремя на поезд. Как так? Я, значит, выступаю от своей фирмы. И даже если бы фирма не поручила мне выступить от нее, я бы все равно выступил, потому что, во-первых, как бы я ее перевозил. И, во-вторых, как бы вы просто не понимаете моих чувств. Это мой кумир, это в нашем городе самый известный человек, наверное, и самая красивая девушка. Я просто давно поклоняюсь, как бы ей, я поклонник. Когда первый раз ее увидел на телевизоре, по телевизору, это было... У меня был шок, вот, и с тех пор, как бы я... Можете прийти в себя, да? Мечтал. Я мечтал просто с ней встретиться. Ну, другие девушки меня перестали интересовать. И я часто подъезжал к зданию телевидения, поджидал ее. И мечтал. Канец дождались? Да, когда я узнал, что я еду к ней на вызов, я прилетел на крыльях в таком восторге. Поехал за 10 минут раньше, а она вышла позже, и время уже было. Меня заказали, машину заказали на 14 часов, а поезд был 15 часов. И там ехал где-то буквально полчаса. И машину, это самое, я за 15 минут раньше приехал, и ожидал ее, она вышла только 25 минут было. Уже, уже 25 минут было, вот. И вот... То есть вы все рассчитали заранее, так четко, по времени? Да, вот... Если вы так все рассчитываете, если вы так долго искали встречи со Светланой, вашим кумиром, почему все-таки ее вовремя-то не привезли к поезду? Вот, ваша честь, вот у меня... Или вы не хотели ее в Питер отпускать? Карта? Нет, вы стоите, пожалуйста, на месте. Если хотите что-то передать в суду, можете передать чьи судебного пристава. Вот, тут три маршрута. И красный обозначен маршрут, по которому я вез ее. Это самый лучший маршрут. Ну, давайте, передайте, пожалуйста, чьи судебного пристава. Я рассчитал тут... А вы что, пока ее ждали, разработали целый маршрут и план, как ее везти, да? Да, тут самая лучшая дорога, и там нет ни одного светофора, ни одной кочки, ни одной ямки. Вот, и когда я ее повез, я, конечно, я интересовался ее жизнью, хотел с ней познакомиться. По карте, на самом деле, достаточно длинный маршрут получается. Ну, это... Может быть, он действительно по условиям лучше, я не знаю этой дороги. Вы знаете, я 10 лет, вот моя характеристика, 10 лет работаю в этой фирме, 10 лет езжу по этому городу, по нашему улицам. Ну, передайте вашу характеристику, пожалуйста. Вот, и до. Вот, и... Я старался ее довести в целости и сохранности, конечно, и... Меня что-то поразило, что она курит, вот. Случается такое с девушками? Я очень удивился. Известительно просто. Она, как бы, была для меня и сейчас до сих пор лучшая девушка нашего города, самая красивая. И меня так поразило, что она курит, я, конечно... То есть, вас так вот расстроило до глубины души то, что она курит? Да, я очень поразил. Лучшая девушка, кумир. И хотел просто сказать, что не надо ей курить, а она хотела выскочить из машины и побежать. Поэтому я вынужден был закрыть все двери. А почему же она хотела выскочить из машины и побежать от вас? Ну, я просто сказал, что не надо... Даже без багажа и без чемодана. Не надо и курить, и это самое, что... Вообще, я, может, не смотрел на спидометр, но я смотрел на своего кумира и хотел довезти Говельма, но она вышла позже, чем надо было. И получилось так, что мы приехали немного позже, чем... Понятно, Александр Алексеевич, да, вы приехали немного позже. Все это мы уже поняли. Медленно ехали по разработанному маршруту, по дороге, читая лекции о вреде курения. Александр Алексеевич, скажите, а вот сейчас-то она требует с вас компенсировать билет 890 рублей и моральный вред, который вы ей причинили? Она считает, что вы все-таки причинили вред своими действиями. Что делать? Я согласен компенсировать, да, билет. Согласны? Билет компенсировать, а вред я сейчас не могу компенсировать, потому что она предъявила 20 тысяч, у меня сейчас есть только 5 тысяч, я готов ей отдать 5 тысяч, если она согласится. Но у меня больше нет денег, я готов все для нее сделать. Видите, он готов, готов прямо здесь вопрос решить. Я даже фотографировал изображение с телевизора. Это мой кумир в течение многих... Ну, передайте, пожалуйста, тографию, я вам обещаю вернуть. Не буду присваивать ваш талисман. Не знаю, такой программы, верните, чтобы не волновался молодой человек. Я согласен все сделать и согласен компенсировать 5 тысяч рублей и билет. Но больше просто сейчас... Вы должны отдать, то есть вы даже согласны отдать ей последние деньги все, которые есть, лишь бы не расстраивать кумира. Может, согласитесь, Светлана? Будьте исходительны. Я думаю, мои переживания не стоят 5 тысяч рублей, они стоят гораздо больше. Гораздо больше. Ну, я хотел вам как лучше сделать, чтобы... Понятно. Знаете, что очень интересно, буквально для вашего дела, Оскар Вальц в свое время сказал, самое трагическое в фанатизме – это его искренность. Суд удаляется для поставления решения. Нельзя сказать, что мне сильно докучают фанаты, однако не могу забыть один случай, произошедший со мной в одном из областных центров. Я опаздывала в аэропорт и остановила попутку. Водитель, узнав меня, что-то долго рассказывал о необходимости постройки в городе еще одного автомобильного моста. На вопрос, я-то чем могу помочь улучшению транспортного сообщения, он удивился и сказал, да как же, вы же наш мэр. В программе «Час суда» с Павлом Астаховым рассматриваются мелкоуголовные, гражданские и административные дела до 30 тысяч рублей. Вы можете подать свое дело по интернету. Наш сайт www.часsuda.ru, а также по телефону 926-83-00. Звонки от жителей Сибири и Дальнего Востока принимаются с 8.00 до 12.00 ежедневно по местному времени. В неотложных случаях наша экспресс-консультация может оказать юридическую помощь по телефону. Также вы сможете найти ответы на свои вопросы в цикле книг «Час суда». А теперь вернемся в зал суда и узнаем решение судьи. Исходя из обстоятельств данного дела, в соответствии с действующим законом и учитывая особенности этого дела, суд постарался принять решение, исходя из принципа разумности и справедливости, основываясь на действующем законе. Я думаю, что обе стороны свое получают по этому решению. Вы, уважаемый ответчик, добились того, что вас теперь запомнит ваш кумир надолго, привлекли внимание. А вы, уважаемый естественный, добились того, что ваш иск удовлетворен, хотя частично. Суд принимает решение взыскать с ответчика 890 рублей в качестве компенсации потерянного амбилета и 5000 рублей в качестве компенсации причиненных вам моральных страданий. Прошу всех встать. 5890 рублей в пользу истца. Конечно, я возмущена таким принятием решения. Этого человека надо было наказать гораздо строже, по моему мнению. Я счастлив, я доволен. Я, честно говоря, не ожидал, что так все хорошо закончится. Спасибо. Известность доставляет очень много хлопот. Энергию фанатов направляют в мирное русло клубов и организованных встреч. Но отдельные случаи не поддаются контролю. Я бы все же простила таксиста. Не со злого умысла ведь он, а по зову души так долго ехал до вокзала. В редакцию программы «Час суда» с Павлом Астаховым обратились за помощью и получили юридическую консультацию многие наши телезрители. В нашей программе вы найдете ответы на многие интересующие вас вопросы. Смотрите программу «Час суда» с Павлом Астаховым по будням в 13.00 и в 18.00 на телеканале РЕН-ТВ.